Где наедине мира и душевный покой? Вот такой вот вопрос. И мы потом когда читали мир и душевный покой, где находится первое, Иисус Христос написал, это Библия об этом говорит, Он господин мира, Он умеет осознанное право на покой. Еще в Библии написал, Он господин мира, Он господин саббата. Саббата это суббота, это на нашем языке. Если я хочу получить мир и душевный покой, то Иисус Христос имеет исключенные права, авторские, во всем мир и покой. Второе, Иисус дает покой, греческое слово ирене, покой, успокоение, гармонию, благополучие, которое не может дать этот мир. Мир в данном случае употребляется как слово космос. Это мир, Вселенная, потом и так далее. Кстати, если вам мешает этот витилятор, можно его выключить. Вот, Сереж, спасибо большое. Третье, мир и душевный покой это не цель человека, а результат отношений к Богу. То есть, нельзя мир и душевный покой делать с собой. В противном случае, человек его не достигнет. Но, имея отношение к Богу, мир и душевный покой приходят в результате этих отношений. Друзья, сегодня будет интересная такая тема. Вообще, я бы хотел начать такой цикл, небольшой цикл. называется «Принципы продуктивной жизни христианины». Я намеренно не использую церковную лексику, церковный диалект, для того, чтобы было понятно на современном языке. Так вот, принципы продуктивной жизни христианины, их много. И вот один из этих принципов, базовый, это является избрание и призвание. Мы сегодня об этом с вами будем размышлять. Первый вопрос, который у меня есть сегодня. Скажите, пожалуйста, что такое продуктивная жизнь? Вот как вы это понимаете? Ну, просто говорите то, что вам приходит в мысли в голову, можете поделиться. Что такое продуктивная жизнь? Да. Да, отлично. Отлично. Отлично, супер. И что, пожалуйста. Ага. Ага, отлично. Ага. Отлично. Еще, другая, какие-то есть еще мысли? Да, пожалуйста, Светлана. Отлично, отлично, друзья. Хорошо, у меня следующий вопрос. Что мешает быть продуктивным? Анечка, пожалуйста, и потом Сергей. Интересно, Сергей, пожалуйста, тоже были мысли. Интересно, Сергей, пожалуйста, и потом Сергей. Да, спасибо большое. Что ж, да? Так, какие внешние факторы? То есть независимое все время. Ага, отлично. Братя, я хотел бы с вами прочитать именно библейский текст. Вот я Анечку просил, может быть, она бы прочитала. Я, может, сам микрофончик задам, наверное, в самый лучший. Спасибо. 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 Пусть там будет микрофончик. Спасибо. 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 Смотрите. Спасибо. 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 И об этом апостол Павел говорит. И вот смотрите, вот представьте, что говорит апостол Павел. Вот перечень. То, что вы говорили, я немножечко, может, своего добавлю. Павел делит людей на две группы. Духовно мертвые, которые исполняют волю сатаны. Это буквально так написано. А сатана – это богопротивник. Он разрушает Божье творение. Он разрушитель. Это его природа. Разрушит. Написано еще в Библии про сатану, что сатана пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Его цель – разрушать. При сатане можно какое-то видимое сделать предположение, что что-то будет изменяться, но он – его природа разрушительна. Другая категория. Ожившие со Христом, которые живут по Божьей воле. Здесь смотрите. Характеристика двух групп. Мертвые духовно грешники, первое, поступали по мирским обычаям. Были послушные сатане, духу, который действует в этом мире. В этом тексте там написано об этом. Второе. Поступали следуя похоти. Были под гневом Божьим. То есть Павел дает такую характеристику, когда ты думаешь, что вообще удивительно как это все работает. Почему Павел делает? Он использует язык контраста. Почему? Для того, чтобы на фоне темного хорошо видно белое проявляется. Если вы хотите показать бриллиант, обычно его показывают вверх. на фоне черного бака. И сначала апостол Хармон рисует очень бак, как на черном картинке. Он говорит, ребята, люди без Бога, они просто живут на санкции. Вариантов санкций нет. Потому что в них они разрушены, они сломаны, им нужно ремонт. Их надо приметировать. Как вы думаете, как работал этот телефон? Какие у вас ощущения работы с этим телефоном? Классный телефон, дорогой. Все. Ну, проблемка произошла. Разбился экран. Потек этот модуль. Утонул. Вроде бы феном там с бубном танцевали. Вроде бы что-то выпустили в ладу. Но он что-то начал. Как потом работает телефон? Какие у вас были признаки сломанности этого телефона? Не включается. Начинает звонить кому попало. Все. Телефон уходит из-под контроля. Продуктивность телефона сводится в лю. В конечном итоге ты говоришь, слушай, зачем выправку, то в другой ситуации. Смотрите. Вот это тоже самое происходит с человеком, который ввел в этот сломанный, греховный мир. И он пытается в нем жить плодотворной жизнью своими силами без Бога. Все равно рано или поздно ты понимаешь, слушай, что-то вообще не работает не так. Что-то работает не в ту сторону. Включить что-то. Ну-ка есть в жизни, да? Что-то сломано. Потом смотрите. Что такое произошло? Телефон надо отремонтировать. Мы берем телефон. Приносим в мастерскую. Берем лапу. Мастер делает диагностику. Говорит, ребята, тут потекла плата. Тут надо займить молоду. Мастер занимается ремонтом телефона. Ничего нет. Она сама не исправила. Мастер. Вот что-то подобное говорит апостол Павел. Говорит, вы были когда-то солны. Вам где полцепили? Где-то у вас разбитый был экран на всю голову. Но однажды вы встретились с Богом. Вы пришли к мастеру. Мастер нашел. Вас ремонтировали. Смотрите. И вот что происходит. Прощенные грешники оживаются с Христом. Бог проявляет милость. Наш небесный мастер. Оживляется Христом. Воскрешает. Объединяется Христом. Спасает духовно по благодати и не по услугам. Все. Ситуация кардинально меняется. Замененный модуль. Плата помененная. Он включается. Он держит батарею. Он может звонить. Он не ключит. Это первый этап. Первый этап ремонта. Да. Должен произойти ремонт. Это то, что сам человек по себе сделать ремонт. Друзья. Если бы это мог сделать Христом, то Христу не надо. Христу не надо. Христу не надо. Христу не надо. Кликновенный человек нуждается в настройке. Вот приходим мы с телефоном в мастерскую. Кто делает мастер? Он берет. Сейчас я вам покажу красивую картинку. Он берет. Телефон говорит. Ребята, его подремонтировали. Осталось сделать умку настройку. Начинаем с окалибровкой. Экран, звук, модуля выпла и так далее. Вот что должно произойти. В чем проблема часто у людей, которые приходят к Богу? Вот видите, какое встречание? Вроде бы к Богу пришел, глобальные вопросы порешали, но начинается борьба с какими-то мелкими проблемами. И можно сказать, да ну, это у меня не будет. Просто Бог решает глобальный вопрос без нашего участия. Спасение, прощение, очищение от грехов. Я только верой принимаю этот факт. Но потом при нашем участии и покорении Богу, Бог начинает делать в нас настройку. Он нас начинает как бы ремонтировать. Но при нашем участии. Мы немножко к этому любимым вопросам. Как это происходит? Давайте прочитаем текст. А если вы хотите, потому что микрофон текста, вот этот. Продолжение. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это было в Эдемском саду Идеальный телефон Но произошла проблема Появился с хвостиком один парень Который что сделал телефон? Утопил его Разбил ему экран И после этого человечество Пытается самостоятельно Его исправить И вот когда человечество Пыталось это сделать своими силами Пришел мастер Иисус Христос и сказал Ребята, только я могу вас отремонтировать И Христос это сделал на кресте Он дал шанс человечеству Получить Возможность Быть отремонтированными Но возникает другая проблема Человек говорит О, я уже отремонтированный Я идеальный Нет, не идеальный Ты отремонтированный Но ты еще не настройный И вот этот процесс освящения Как его называют в Библии Это уже процесс Настройки человека Быть по Божьему плану По Божьей воле И это процесс Если момент ремонта происходит Одномоментно По вере во Христе Иисус То освящение это процесс И вот часто происходит Момент такой Почему я уже 10 лет христианин А у меня еще есть там Греховные привычки наклонности Потому что идет процесс Настройки нового человека А это не происходит в один день Если человек до этого У него были греховные привычки Много-много лет То с Божьей помощью Бог Он исправляет человека Он его корректирует Он его будет снимать Да, мы немножечко Да, но это вот так получается Смотрите, друзья Важно то два момента Которые Первый Мы сами себя примонтировать не можем Не можем Это не реалимо Многие говорят Если я буду заниматься Тренингом Заниматься йогой Действительной гимнастикой Я стану здоровый Не станешь бы здоровым Не получится Потому что в греховной природе Это не происходит Собачьей Собачьей Нужен вмешательство Креста Вмешательство Бога Но с другой стороны Происходит момент Когда у нас человек Отремонтирован Уже идет процесс Смотрите Последний слайд Практические шаги Первый момент Смотрите Первым делом Нужно проанализировать Просто задать себе Банальный вопрос А я вообще живу Клазаторной жизни Да нет А я вообще Примирился с Богом Да нет Бог вообще Меня родил Я вообще Рожденный Слышен человек Или я как вот этот Рожденный Натуроновый телефон Который думает Что я нормально У меня постоянно В голове все Сбои идут Да Сиро Проанализируй Моя трансляции Второй вопрос Если у меня Нету связи С Творцом Нету Связи Духовной С Богом И установить Связь с Творцом Сиро Как это делается В молитве Попросить у Бога Прощения за грех Сказать Господи Все Моя жизнь Но я не могу Стать лучше Мне нужен Спаситель Это происходит Момент покаяния Когда человек Приходит Небесному Мастеру И говорит Вот Просто подремонтируйте После этого Идет Смотрите Жить Духовная Это изменение Мышленного Бог Происходит С момента Когда человек Отдает Богу В молитве Покаяния Бог меняет Человека Происходит Что Ремонт Происходит Небесный Ремонт После этого Четвертый Пункт Осознать Что мы Избранный Иисусом Христом С определенной Пункт Когда мы Пережили Духовное Переродление Когда я Примирился С Богом Вдруг До меня Должно Дойти Что с этого Момента Уже Не я Решаю Как мне Зайти Где мне Зайти Наниматься Слушайте У Бога Есть Для меня План Сверхеестественный Потрясающий Просто Невообразимый План Божьей Моя Жить Бог Хочет В моей Жизни Производить С момента Когда я С ним Это он Говорит Помните В Ефесян 2.10 Он говорит Что Теперь Вы Новое Творение Свою Свою Божьей Свою 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 Теперь Происходит Момент Следующий Момент Роста Опять же Вот это Тонкая Настройка Экран Целый Батарейку Держит Не глючит Но Надо Произвести Тонкую Настройку Бог Начинает Свою Производить В отношении Мы Начинаем В отношении В отношении С Богом В отношении Что Не с тобой Разбрасываешь Что у меня В голове Происходит А какие У меня Привычки Как я Вообще Ну То есть На мой День В моей Жизни Потом В церкви Вы Поплываете Люди Интересно Вот такое Тоже Думал Момент Вопрос Плодотворной Жизни Я определил Три Типа Которые Человеку Надо Развиваться Чтобы Быть Плодоносным Смотрите Это Духовная Жизнь Как я Развиваюсь Духовно Как Новое Творение Во Христе Иисусе Второе В семье Потому что У меня есть роль Семьянина Либо Я готовлюсь Создать Семья Либо Я имею Семью Либо Я готовлюсь Создать Семья Как я Реализовываю Семья Мама Папа Мама Папа Может я сын Или дочь А может быть Я дедушка Или баба Моя роль В семье Третий момент В профессиональном вопросе успеха Ну или там Профессионального роста Обычно Когда мы говорим О результативности О чем обычно Мы думаем Успех Профессии Образование На какую машину Я буду ездить Друзья Это вообще Одна из областей Это не самое главное Это важная область Но это не самое главное Духовная Семья Социальная И уже профессиональная Три области Семья Как и Книга Вот здесь Как она работает Шестой момент Учиться Спрашивать у Бога Мудрости Принятие решения На каждый день Так Бог и говорит Так и говорит апостол Он говорит У кого не достает Мудрости Апостол Петр говорит Пусть просит у Бога Который живет Просто и без упреков Приходите к Богу И говорите Господи Какое мне сейчас Принять правильное обещание Идти мне сюда учиться Или я не с ним сюда учиться А какой у тебя Хладный день Тебе угодно Чтоб я там жил Или не жил там А с кем ты хочешь Чтоб я служить Создал семью А как ты хочешь Чтоб я детей Не воспитывал У Бога Постоянно Быть в изменении Сокрестов Друзья Нам нельзя Делать ошибку Которую мы делали раньше Мы думаем Что мы сами себе Хозяин И мы сами себе Решаем Чем мы будем жить И чем мы будем Друзья Последний вопрос У нас как раз Идет Дело С завершением Один очень важный Практический момент И мы потом В конце помодимся Что я попрошу вас сделать Поделитесь друг с другом Богомыслия Поделитесь друг с другом И помолите друг Какие практические шаги Вы хотели бы Принять Чтобы узнать Испомнить Божье предназначение Для вашего Практические шаги Можете вообще Даже не слышать Человек Есть ли данные Если уже применилось Если уже слышно Если А я даже не знал Что было А как же Бога надо спрашивать Чем бы мне заняться Я даже не знал Это Ну к примеру Просто поделитесь Друг с другом Идеями Что вы Для себя Хотели бы Какие-то практические шаги И помолитесь Друг друг с другом Один Два Неважно Давайте Опять же Я думаю Что было бы Хорошо Три минутки Помолимся Друг за друга И я в конце Микрофончик Передусь Давайте Поделимся Друг с другом